Там немножко термоусадки добавил И здесь конкретно такую большую термоусадку Как раз он пройдет до конца Она и не будет на контроллер ничего перетираться Вот так оно все будет Но зато этот разъем никогда не разъединится Установил фиксатор для того, чтобы у нас не раскручивался вот этот болт Ну, сложится на скорости 50+, такое-се удовольствие Он работает очень просто Мы вот так его отвернули Все, и мы можем откручивать спокойно И складывать, да? Мы закрутили Мы взяли вот эту пипку Здесь кусочек из тупого пластика Все, она упирается И вот он будет пытаться отвернуться И фиг что получится Можно ее вот так зафиксировать Можно развернуть вообще на 180 градусов Вот так зафиксировать Ну, как удобно Но вообще, как бы по логике, чтобы вообще нисколько не отворачивалось Максимально близко к этому вот месту Все, фиксатор огонь Ничего лишнего не сверлил, ничего не придумал Все четко в натуре класс Вот этот огрызок отсюда я снял Ставлю более толстую, более свободную Ну, сами видите, и качество-то будет получше, чем вот это вот Ну, посмотрите сейчас, какая красота Идет гофрочка здесь Там у нас острые болты Она идет здесь И здесь все красиво И утыкается туда, где надо И глубоко туда входит Вот здесь что угодно делай Провода не порвешь и не протрутся Правильно? Правильно Теперь вот перед у нас Я максимально пытался провода вытянуть Но тут все в натяге Здесь, я говорю, здесь ничего не вытянешь Поэтому для желающих руль поднять, и это не вариант Там вот так вот все в натяг Ну, так, теперь здесь гофрочку кладу Подкинул колесо Прям, ну, отлично все выглядит Биение прям минимальное Зонт прям отличный И прям вот зонт прям в мое печенье Вопрос о том, насколько китайцы экономные, да? Шайбочка в жалее То есть здесь шайбы с завода были Понятно Но здесь мы шайб класть не будем Почему? Ну, потому что не будем И вот когда человек будет закручивать Болт туда нахер провалится И до свидания У меня такая же ситуация была Вот, видите, я здесь шайбочки подложил Мне не жалко У себя я сделал точно так же Шайбочки подложил Это вот к вопросу Сколько же у китайцев сэкономили на шайбочках, а? Ой, господи Брызговик смотрится прям, ну, классно Крыло еще не закреплено В общем, буду делать крепление Сюда вот, да? И сюда И покрашу его в черный цвет Будет смотреться бомбезно Потому что у меня-то все блескучее И как бы оно смотрится хорошо А здесь все-таки нержавейка Ну, не знаю Может быть, кажется, будет инородный Но я хочу в черный цвет бахнуть Бесплатно для человека Но попробовать хочу Я думаю, будет нормально Но брызговичок смотрится прям, ну, мое почтение Но посмотрите, какая красота Ну, посмотрите Ах, красивые Так, по поводу реализации крепления задних крыльев Чтобы оно, ну, было четко в натуре класс Сейчас покажу, как у меня реализовано Если кто не помнит Здесь было все по быстрой схеме, так сказать Ну, не особо там гнул Не особо так загибал В общем, вот таким образом Сквозная дырка Тут вот это все Барашек, вот видите Немножко отвернулся Ну, нужно подкрутить Здесь барашек Ну, чтобы оно снималось как бы легче Ну, выглядит Ну, интересно выглядит Но хотелось что-то поокруглее Правильно? Вот такой вариант Округлое все Видите? Идет на искус Как бы вот прям Вот сверху покажу Да? Как бы очень-очень неплохо И я решил Крепление сместить Все-таки пониже В общем, получилось Очень жестко Оно вообще Вообще мертво Ну, пятерка Нерж, что вы хотите В общем, красим в нерж Сейчас занимаюсь Передним колесом И тоже спицу в нерж Замотую Грунт Краска Ну, я надеюсь Будет держаться Но будет смотреться Как бы единое целое И вот это видно не будет Наверное Ну, посмотрим Человек хочет Вместо вот этого фонаря Поставить вот это вот Ну, смотрится, конечно Интересно Орет, вопит Тоже интересно Тут как бы Вот такое вот устройство Я думаю, сюда оно встанет За место этого Без всяких проблем Ну, выглядит симпатишно Я включал Орет, пищит Поворачивает Да Так вот выглядит Крепление переднего крыла Все жестко Почему такой подъем? Ну, подъем Должен быть гармоничным Да? Чтобы грязь Можно набивать было Да? И все такое В общем, согласно Подъему заднего Крыла Да? Оно у нас вот так Где-то поднимается Да? Ну, согласно Видите Туда рука залазит Ну, там такое крепление Его ниже Это в самом низу Ниже не опустишь Ну, чтобы было Все гармонично Так что Получилось Отличное крепление Как видно Да? По месту Крашу Ни разу Нержавейку не красил Сейчас Шкуркой замотую Грунтовка Краска Ну, не знаю Первый раз красить буду Но я думаю Должно получиться нормально По вилке Все по классике Дырку просверлил Крыло прицепил Здесь Дырки просверлил Резьбу гарную нарезал Ну, в принципе И все Больше тут Особо показать нечего У меня видео На канале В принципе Как я ее ставил Там Ничего страшного Перепрессовал втулку Ну, блин Все как обычно Да? Да Идем дальше Человек попросил Поменять режим Медленного запуска Да? Тут и по единице Ставим Четверочку Ну, в принципе Все Проверяем Сохранилось ли Так Смотрим Все Четверочка Все отлично Ну, еще раз Подтверждаем Чтобы не было ничего Все готово Четверочка Я с вами соглашусь Да Черный цвет Держателей Крыльев Ну, прям в тему Цвет Сатин Полуматовый Полуглянцевый Выглядит Круто Выглядит Прям Божественно Как говорится Вот вы знаете Вот Смотря со стороны Да В таком стоке Да Если там Резина черная Крылья черные Крепление Здесь, конечно Черное лучше Было бы, конечно Оно Вы видели на видео Да, оно было Ну, из нержавейки Да, ну, нержавейки Сейчас покрашено Ну, было как-то Не то пальто Сейчас оно как-то Вот Если так посмотреть Оно не выделяется Оно теряется На этом фоне И это очень даже хорошо Теперь у нас только Брызговик Может болтаться Крыло сидит Мертво Это вот важный момент Конечно К сожалению Вот эти вот крепления Я не могу сделать Отдельно Я их буду делать Только на велосипеде Почему? Потому что На велосипеде Я могу конкретно Подогнать По размеру Потому что У кого-то Такое расстояние У кого-то Меньше У кого-то Больше Здесь вилка Другая Крепление снизу У родной Вилки сверху У меня вообще Там черт знает Где внизу Крепление Поэтому К сожалению Универсальный Сделать не получится Поэтому буду делать Пока только Если Лесопед У меня здесь Ну вот эти крепления Вообще Смотрится Божественно Сам не похвалишь Никто не похвалит Но и сзади Вы посмотрите Вы посмотрите Какая красота Кто не помнит Как у меня было Но я себе делал По быстрой схеме Быстрее согнуть Быстрее присобачить Ну как вы видите Ну не округлые Да Ну я у себя буду Переделывать Ну когда-нибудь Но здесь Вы посмотрите Какой изгиб Я сделал Вы посмотрите Какая красота Ну прям вот Супер Супер Ну смотрите Как гармонично Смотрится А Какая красота Какая красота Значит По креплению Я придумал Другую схему Здесь кстати Вон С завода Ударенная Багажником Ну иисусе Я не стал Сверлить насквозь Как у себя Я туда Резьбовую Заклепку Запендерил И болтик Все Это лучший вариант Себе кстати Так же сделаю Но туда попозже Вот И с этой стороны Точно так же Ну Зато смотрится Смотрите Как хорошо Здесь бы болт Торчал Как вот здесь Да Халтура А здесь Вот видите Ровненько Все И все Крепится Четенько В натуре Класс Все Красиво Смотрите Какая красота И теперь Вот пожалуйста Он болтается Зато крыло Четко Зафиксирован Ну пятерка Не ржавейка Шо вы хотите В общем Красиво Ну по высоте Брызговики Самое оно Самое оно В принципе Ну перед Конечно Можно было бы 200 бахнуть Ну человек Поездит Посмотрит Если действительно Будет сильно Вообще Если смотри По брызговику Он как бы Не должен Долетать Ну фиг его знает Ну если Человек Посмотрит Поездит Если будет Маловато Напечатаем 200 200 поставит Там Фигня Вопрос Все Прикрепить Здесь Сверлить Ничего Не надо Вот это Открутил Новый Прилепил И все Ну как бы Пока Вот так Как бы Оно Как бы Вровень Посередине Колеса Ну посмотрим Так как С новой вилкой Шли в комплекте Подарочной Колодки Керамика Вот здесь Вот написано Керамик Конечно же Сразу Меняю На керамику Ну че Ерундой Заниматься Сразу Будет Человек Кайфовать Потому что Ну родное Оно конечно Да-да Но нет-нет Поставить Вот эти И забыть Все Сейчас Меняю Все будет Четко В натуре Класс Конечно же Так как Я здесь Поставил Нормальную Гофрочку Родное Вот это Вот Недоразумение Отхлебнуло Но оно Не могло Не отхлебнуть Ну сами видите Какое Вообще Оно Оно здесь Ну прям Ну никак Не могло Работать Себе я кстати Так же Сделал Из этого Жа кусочка Вот этой Гофрочки Да Вот так вот И болтиком Прицепил И все нормально И здесь Свободненько Здесь никаких Натягов Снизу Все Вот так Вот идет Гофра Хорошо И вот так Как у нас Здесь Гофра Осталась Я ее Сюда поставил Туда Максимально Задвинул И смотрите Как она выглядит Плотненько Сидит И пожалуйста Руль Крути Верти Ничего Не достает И единая Гофра У нас идет Вот так Вот так Здесь Кончается Как по стоку Еще кусочки Были Я вот эту Вот хрень Подобрал Тоже И сюда Ну все в дело Чтобы оно Ничего не моталось Ну в общем Вот так вот Все красиво Поставил Замок зажигания Ну вот это Вот все По поводу Заднего фонаря Да Ну человек Купил этот Решил поставить Вместо стокового Этот В нем Аккумулятор Кнопка тут Какая-то Все И вот такой Брелок На руль Я думаю Он сам поставить Там не надо Ничего разбирать Смотрите Нажимаем Это вот Типа сигнал Что ли Обалдеть Оглушает Капец Ну я думаю Что здесь Можно регулировать Как-то Поворотник Другой Поворотник Ну Интересный Байдак Кто не хочет С проводами Короче Морочится Вот это Что-то О Непонятно Чего это Тут можно Какой-то Светомузыку Выбирать Что-ли Ну приехали Короче Вон видите Аварика Есть Ну это же Во-первых Ты взял Придется снимать Брелок Идти назад И смотреть Что-то там Поновключал Ну такое себе Конечно Занятие Ну и выключено Вот такая Вот Игруля Вот они Подарочные Две штучки Ну мне нравится Цвет Цвет практически Якамуровский Охеренная Керамика Что там говорить Я себе поставил Не жалею Но так как здесь Подарочные Сейчас будем Тудой И Тудой Вот эти родные Колодки Но никуда Не ехали Уже что-то Кривое Ну такое себе 7 километров Пробега Здесь у нас Че Здесь у нас Вот че Ну это говорю По стоку Если ехать Будет вот так Если по стоку Если без доработок Ну в общем Колодки тоже Отправляются Человеку обратно Ну то есть Мы поставили хорошее Этого тоже отправляем Ну мало ли Нужно будет там Временно Пока колодки заказал Какие хоть что-то поставить Ну все будет Пусть Пусть будет Ничего не выбрасываем В наше время Ничего выбрасывать нельзя В общем тюнинг закончен Все вроде бы Получилось неплохо Ну быстренько По обзору Крепление крыльев Брызговики Спицы нерж Втулка на промподшипниках Гайки Нержавеющие Все Новые колодки Вилка Вот эта вот Вилка отличается От моей Довольно таки сильно Ну и содержанием И снаружи Потому что На своей вилке На такой же Вот Точно такая же Только Предыдущая модель Все нормально Мне нравится Как она работает Не стучит ничего Здесь как бы ситуация Немножко непонятная То есть Со стоку На стоке было Где-то 6 Накачено Я еду Она как-то стучит Ну просто Вот небольшое там Поставил Там 2-3 деления Вот И она стучит На стоке Ну прям КП Стучит Заблокировал Вроде нормально Пару позиций Она просто Едешь по небольшой кочке Она стучит Да Накачал на 7 Еще хуже стало Спустил на 4 Она падает Вообще Садишься Она падает Сильно А у нас же Здесь Зазорчики Небольшие Да Тут падать Там нельзя Иначе Фария Кобздец Как говорится В этом плане Поэтому Поставил 4 Падает В общем Накачал Пятерочку Более-менее В общем Где-то 5,5 Оставил Уже куда не шло Оно хоть не стучит Но Вилка очень сильно отличается Что интересно Тут позиция дохрена Вот у нас заблокирована Вот максимум На второй позиции То есть Ставишь третью Или четвертую Она прям падает Бахает Прям ну Прям вниз Довольно-таки сильно Ну я говорю Вилка какая-то Я говорю Все что новое Не факт Что хорошее В этом плане Понимаете В чем дело Получается Ну вот как-то так Кабель-канал Как бы установил Все в порядке Тоже здесь Ничего не задевает Здесь кабель-канал Идет вот сюда Прям до конца Ну и здесь Вот в гофрочке Все нормально Втулки из графитно-поролона Заглушечка С этой стороны Как бы все Ну естественно Замок зажигания Включаем И у нас Все работает Ну и выключаем Да Замок зажигания Выключили Все Теперь Зажимай Не зажимай Ничего не включится Здесь хорошенько Все уложил Дополнительно Гофрочку здесь Гофрочку здесь Ну была гофрочка От этого же лесопеда Ну все в дело Как говорится Мать не будь меньше Так Идем дальше Ну здесь Заглушечка Чтобы не летела грязь На подшипнике Так что еще Ну Обслуживание двигателя Спицы из нержи Гайки Четкие Ну человек попросил Установить вот такой вот фонарь Установил фонарь Естественно Крепление крыла из нержавейки Крашеное Брызговичок Новые тоже колодки В комплекте С вилкой шлиф подарочный Хоть какой-то подарок Как говорится Ну так в принципе Все осталось нормально Ну и инсталлировал я Вот эту пневму Пока она работает вот на сантиметр Но я по сильным ямам Еще не ездил Но там опять-таки Человеку надо купить насос И регулировать все эти пневмы Под каждый вес Надо качать свое давление Как-то так Новая якомурка Готова Готова так сказать Покорять Дорожье И бездорожье В общем Сделано все Четко в натуре Класс Как говорится С любовью К якомурке Потому что Вон одна якомурка Вон вторая якомурка И вот третья И все Все три зеленые На какой ехать Ну в общем По вилке Я говорю по вилке Вопросы В общем Она мне не очень понравилась К сожалению Ну у человека Будет стандартная вилка Если что Он может стандартную воткнуть А эту как бы Ну Продатель еще что-то Если она ему не понравится Ну мне не очень зашла Ну может И отрегулировал еще хорошо Ну под себя сейчас отрегулировал Более-менее стало Ну Нахрена здесь 13 позиций Если на третья позиция Она уже падает Ну такой себе Как бы Ну вот в принципе И все Итак Вес велосипеда После всех доработок Да Ну то что у нас вилка Легкая на 2 килограмма Там То все Это десятый В общем 36 800 Ну будем считать Такую цифру Ну В стоке он 38 700 весит Да Ну то есть Получается на 2 килограмма Легше стало Ну если просто Если вдруг кому интересно Ну тут скачет Видите Он еще не устаканился Качается Вон Видите Да Он сейчас немножко Вот Видите Качается 36 700 берем И нормально Ну 36,6 видите Устаканился В общем Вес велосипеда 36 килограмм Ну это уже хоть куда не шло Как бы не 38 700 Уже спасибо Вот такая троица Собралась Все друг друга знают Все были на одной Сборочной линии У всех одни и те же Косяки Да Вот мой посередине Вот это новый Этот пробег 700 километров Как бы Ну вот Такие дела Такие дела Ну красиво выглядит Можно посмотреть На контрасте Да Здесь родные спицы Здесь нерж Здесь крыло крашеное Вилка крашеное Как бы видно Да В чем разница Как бы да Здесь вилка новая Здесь вилка новая Здесь вилка стоковая Как бы Вот так это все Красиво выглядит Здесь сиденье стоковое Здесь не стоковое Там стоковое Как бы вот так Здесь у нас замок зажигания, здесь у нас замок зажигания, здесь будет замок зажигания. Мне нравятся мои брызговики, они яркие, классные, ну, в тон. Чёрные здесь бы, мне кажется, не пошли, а вот здесь-то брызговики прям в тон. И крепление тоже в тон. Ну, в общем, вот такая вот красотища. Где ещё можно увидеть такие три красивые якомурки? С этой якомуркой я прощаюсь, упаковываю, отправляю. Это мой и вот этот вот на доработочку, на тунинг, так сказать. Ну, все зелёные, ну, действительно, зелёный цвет топ. Ну, кому-то песочный нравится, как бы, вкусы разные, ну, в общем, вот такая троица. Не, ну, круто выглядит. Нравится, нравится. Ещё немножечко апдейта перед отправкой. Ну, какие моменты добавляем, как говорится, вот это всё. От якомур уже просто не протолкнуться, ну, ничего, справимся. Человек посмотрел мой видос и своевременное и правильное решение. Поменять вот эту херню, ну, откровенно говоря, херня. Ломаются болты и вот это всё на вот эти вот из нержавейки. Ну, тоже на синий фиксатор. Все болтики здесь поменял. Ну, красивый. Блин, везде нержавейку поставили, а здесь взяли и сэкономили. Ну, экономия, блин. Ну, и сзади тоже поменял на нержу. Все диски обезжирил перед поездкой. Так что всё нормально. Кардинально надо решать вопрос с ножкой. Кардинально. Решил, всё, теперь опускаться не будет. У меня сколько здесь стоило, он всё время опускался. Потому что эта херня не держит. Надо кардинально решать. Кардинально решили. И чтобы она не била, тоже сделали всё чётко в натуре. Класс, ТПУ-пластик рулит. Человек попросил поставить монитор вниз. Вот так вот. То есть, как у меня, да? У меня точно так же. Но я для чего себе его так сделал? Для того, чтобы зеркало поставить задним видом. Понятно, я думаю, да? Блин, вот три велосипеда хоть можно показать и рассказать, да? По сток оно всё вот такое. Ну, тут защитная плёнка. Вот так оно всё. Как бы, ну, нормально всё, вопросов нет. Но, ну, человек попросил поставить его так, как у меня. Потому что её сверху будет ещё какая-то прибамбасина. Ну, может быть, колонка, может, зеркало, может, ещё что-то. Очень правильно, опять-таки, решением поставить вот такой бампер из ТПУ-пластика. Он мягенький. Дополнительная хоть какая-то защита монитора. Ну, смотрится хорошо. Я на своём-то езжу знаю. Поэтому, как бы, правильное решение. Недорого, но смотрится красиво. Всё гармонично. И дополнительная защита всё-таки от солнца, от воды какой-то. То есть, доступ к USB-порту там не закрыт. Всё. Легко снимается, легко ставится. Ну, такой небольшой апдейтик перед отправкой. Сейчас сажусь. Быстренько проезжаю там, чтобы просто посмотреть. Колодки же керамика. Надо уже посмотреть, как берут, как притираются. Я тормозные диски себе обезжирил. Всё, посмотрим. Ну, и, конечно же, подарки. Куда же без подарков. Первый подарок – это ключ собственного производства. На 17, который будет откручивать переднее и заднее колесо. В принципе, за один раз. В принципе, можно вот так его хранить. Здесь есть мысль из ТПУ-пластика. Сделать какую-то резинку, чтобы можно одно-другое вставлять. И вот так вот всё это компактненько выглядит. Первый подарок. Второй подарок – звонок. Потому что так громкая пикалка хорошо. Но не надо куда-то затянуться, что-то искать. Здесь на ручке газа сразу раз. Такой вот негромкий звонок, так сказать, для пешеходов. Очень удобная вещь. И он здесь вписывается отлично. Нужно человеку покрасить его как бы в чёрный. Да? Ну и так выглядит красиво. У меня и сиреневый, и золотистый. Ну, поставил золотистый, ещё другие цвета идут. Но пока так. Второй подарок. Третий подарок – это открывашка. У меня зелёная, но здесь будет оранжевая. Ну, как-то так. Вот три подарочка таких вот человечку. Ему будет приятно, и мне приятно. Приятно делать подарки. Полностью что человек хотел сделано. Всё, сейчас сажусь и проезжаю, смотрю. И потом, если что-то, какие-то моменты выявлю, там диски подрегулируют, тормоза, вот это всё. Ну, в принципе, и всё. Не, ну, брызговики с держателем смотрятся супер. Чёрное на чёрном, как говорится. Всё, сейчас камеру на шею и погнали. А потом всё это дело частично разбирать и упаковывать, отправлять сегодня. Ну, вперёд, в поездку. Погнали потихонечку. Тест-драйв, так сказать, после доработок. Доработок. Пробег сейчас 10,9. Сейчас мы немножко на внедорожье заедем. Нам надо колодки обкатать хорошенько. Вилка пока по-жёсткому, немножко настроена. Не мягенько. Давайте сразу на внедорожье, так сказать. Вот с удой. Так, сейчас я немножечко вилку помягче сделаю. Ну и хватит. Тут не надо лишковать. Буду частенько на тормоза нажимать, чтобы колодки получше притирались. Ну, в общем, тормозит, как не в себя, короче. Так, надо ещё чуть-чуть помягче. Так, в общем, с вилкой надо играться. Очень сильно. Вот сейчас на четвёртой позиции у меня. В общем, добляк перекачивать, качать. Ну, вот на чёртой позиции. Вот самое оно вот по такому относительному внедорожью. Она хорошо отрабатывает. Сейчас она мне понравилась. А то в прошлый раз я ехал, а оно мне что-то вообще не понравилось. А сейчас вот вроде бы очень даже ничего. Сейчас мы здесь как-нибудь проедем. Если проедем, мы проедем? Мы проедем. Всё, поехали дальше. Конечно, давление надо на ней регулировать. Она очень сильно отличается от моей вилки. В плане по регулировке. Ну, всё можно настроить, конечно. Тут вопросов нет. Ну, вот такие кочки очень даже хорошо, как говорится. Ну, вот бьёт она, бьёт. Когда вот сильно вы стараетесь газа давать, бьёт она именно из-за того, что она настроена неправильно. Относительно давления. Ну, это когда сильно подпрыгивает переднее колесо, поэтому тут надо вот эту вилку нам регулировать. В этом плане. Так, сейчас вот я вилку заблокировал. Ну, тормозит, конечно, зверски. Я специально именно для того, чтобы тормоза обкатать, потому что спереди немножко чиркает. Надо будет отрегулировать. Так, там у меня было на всю. Так, раз, два, так. Раз, два, три. Да, на третьей позиции будет самое оно. Так, сейчас она, вилка заблокирована. Прямо когда мы едем по трассе, вилку мы блокируем конкретно. Так, давайте максималку попробуем. Ну, максималка тут, конечно, мало участка было. Вот. Давайте сейчас на ту сторону переедем. Ну, конечно, конечно. Ну, не то слово. Разъездили, скажи тут, да? Итак, вилка сейчас заблокирована прям четко. То есть, когда у нас дорога четкая, ровная, мы вилку блокируем и не переживаем по этому вопросу совершенно. Но у нас здесь не везде есть съезды нормальные, заезды. Так, нам туда не надо, а то мы оттуда не выйдем. Так, давайте поедем дальше. Мне именно, я говорю, тормоза нужно проработать. И по вилке немножко все-таки для себя понять. То есть, на заблокированный понятно все. Вот, третья позиция, мне более-менее понравилась. Она прям работает неплохо. На небольшом таком бездорожье. Ну, имеется в виду, какое бездорожье? На бордюр заехать там или еще что-то, как говорится. Самое оно. Но главное, чтобы колодки притерлись. И я по этому вопросу не переживал. В горку, конечно, тащит отлично. Тут вопросов нет. Так, перед у нас притирается хорошо. Нужно будет чуть-чуть отрегулировать все это дело. Пропускаюсь. Ебалдеть. Ну, в общем, вот, знаете, вот он какой-то собранный, что ли, я не знаю, стал. О, звонок хороший. Давайте еще на бездорожье. Вот как раз на третьей позиции попробуем. Вот, бездорожье. Третья позиция на вилке. Здесь накачана шестерка, по-моему, если я не ошибаюсь. Как вилка себя ведет. Жестковато, нет? И обратно этим же путем. Ну, слушайте, неплохо, слушайте, отрабатывает. Блин, я что-то сперва расстроился, что вилка не очень. А вот сейчас вот на третьей позиции самое оно получается. Вот смотри, ну, слышите, да, как она вон... Я не знаю, видите, давайте я сейчас... Давайте я сейчас попробую ближе так на вилку вам показать, настроить. Как бы вот так вот камера. Она больше на вилку сейчас смотрит. Вы хоть хода посмотрите на третьей позиции. И обратно я поставлю еще на пару позиций помягче. Как видите, дорога тут такая, да, кочка на кочке, яма на яме. Но вилкой я вам хочу сказать, блин, неплохо. Очень неплохо. И то ли ей преработаться нужно было, то ли еще какая-то дичь. Вот, например, я под конец жму, она нормально так ходит в этом плане. И еще давайте на одну позицию я поменьше поставлю. Посмотрим, как она так будет отрабатывать. Ну, вы знаете, блин, не стучит ничего. Вот, кочка большая была, видите, да? Слушайте, мне нравится, как она сейчас работает. Мне все-таки надо было немножко, так сказать, поработать, чтобы она притерлась, видать. Вот сейчас она прям отлично работает. Блин, как у меня. Видите здесь, какие кочки? Тут капец вообще, экстрим-шоу, как говорится. Крутяк. Так, отлично. Все, теперь мы выехали более-менее, так сказать, на нормальную подошву, почву. Так, вилку я сейчас, вилку я сейчас заблокировал. Погнали. Все, сейчас еще немножко круголя тут дадим. И хорош. Меня все устраивает, как он едет, как он держит сейчас дорогу, что никаких стуков лишних, ничего, потому что с подножкой я тоже поработал. Подножка на кочках не стучит. Ну, почему? Ну, потому что четко должно быть в натуре класс. И давайте сейчас бахнем, может быть, попробуем максималку там выгнать. Но не здесь, а на дороге. Ну, или здесь попробовать. Пока народу вроде бы нет, давай попробуем, давайте попробуем на максималке. Здесь у нас дорога вообще не ахти, конечно. В общем, на дорогу выйду, попробую сейчас на дорогу. Хочу все-таки на нем хотя бы 48 выжить. Полтильник, он не пойдет из-за резины. Это 100%. А вот, например, 45 бы, 48 бы выжить. Именно по ровной, ни в горку, ни под горку, ни с горки, как говорится. А именно вот. Здесь у нас тоже аккумулятора уже половина, как бы понимаете, у него был полностью заряжен. И у завода вот это все. Поэтому как-то вот так. Так, ну и давайте сейчас буду поворачивать назад и мерить максималку. Попробуем. Главное, чтобы там нам никто не мешал, чтобы спокойно было это все. Нам нужен разбег хороший. Так, ну давайте вон туда бахнем, максималку попробуем. Вроде здесь посвободнее. Что-то у нас. Нет, уперся в 44 Ничего не сделаешь Так, там у нас никого Уперся в 44 Не дает Аккумулятор слабый, резина Да Ну хоть 44 И на том спасибо Не, мягковато Так, все Тест-драйв практически окончен После доработок Валим домой Точнее В гараж валим Все, вилкой я теперь доволен Еще подрегулировать И будет четко в натуре класс Для меня, я опять-таки повторяю Было самое главное Это тормоза сделать Тормоза мы сделали Вот, вас наверх надо было Забыл я вас наверх поднять Но ничего страшного Вот, я вас наверх поднял Все 45 46 Ветер сильный, встречный Субтитры сделал DimaTorzok Педали покручу Никакого усилия, блин Е-мое Давайте сюда, что ли, съедем Нет, тормоза отлично работают Прям Ух ты, ух ты Вилка заблокирована Елки зеленые А, 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 а Итак, дорогие друзья Поездочка закончена Тест драйв Закончен Как бы Все доработки Четко в натуре класс Ход вилки вообще громадный Вот Чтобы вы понимали Ход вилки, да Тут надо Что-то придумать Либо его все-таки Пущу, наверное Вот этот вот Тросик все-таки Как обычно Потому что здесь Немножко за резинку задевает Ну и может тереть Просто так со стока Был с завода Как бы Ну, как говорит Ай, блехом В общем, не дают снимать Что-то там режут В общем, ну Теперь велик собранный Теперь велик четкий Теперь велик доработанный Сел, поехал И не морочишь голову Вот так вот выглядит велик На улице Припылился уже немного Брызговики топ Не, ну красавец Красавец, что там говорить Ну посмотрите Как все это выглядит А Ну это просто Бомба Бомба Смотрите Какая красота Да Вот этот красавец Красавец Не даю записать Уезжает На 3000 километров От меня Все Разбираю Отправляю По итогу Сейчас у нас 47 вольт Ну, 17 километров Я проехал Три деления Осталось В общем 7 километров Получается До Так сказать Модернизации Примерно 10 Может чуть меньше После Ну, надо было прокатиться Посмотреть Стуков посторонних Нет Это самое главное Как бы Давайте посмотрим Как берут Дисковые тормоза Я думаю Видно, да Как теперь Берут колодки Чуть-чуть Меньше Миллиметра Не достают Так и должно быть Потому что У нас должен Край здесь тоже Стачиваться Чтобы не было Так сказать Этого Бортика Вот так вот Должны брать Колодки Вот так Полностью Всей своей Шириной В общем По переднему диску Все нормально Пусть притирается Шкрябать Перестало Колодки Притерлись Ну В принципе Регулировка Спереди Нам не нужна Отлично Так По задним колодкам Я думаю Видно Сейчас как берет Где-то Примерно Пару миллиметров У нас Не достает До края В принципе Можно было бы Еще миллиметр Фрезернуть Но тогда Тут нам нужно Будет шеп Накидывать Прям кошмар Раньше У нас брало Вообще Вот так Но вы видели Так что Для заднего колеса Я думаю Что так как Берут колодки Это самое оно В принципе Достаточно С обратной стороны Ситуация Такая же Перед С обратной стороны Ситуация Тоже неплохая Все Колодка у нас В шплинте Ходит Видите Какой у нее ход Такой существенный Но миллиметра два Ход у ней И вот как раз таки Когда она В нижнем положении Я не знаю Попробую показать вам Вот Не увидите Наверное Нифига При соприкосновении Колодки С диском Там зазор Как раз Один миллиметр Когда колодки В нижнем положении Поэтому У меня была мысль Еще сфрезерануть Миллиметра полтора Но я думаю Что смысла нет Колодки пока Притираются И вот это все В общем Оставляем как есть Все нормально Все Разбираю Упаковываю Не забыть Выключить Конечно Можно бесконечно Бесконечно Что-то совершенствовать Что-то доделывать Что-то дорабатывать Но как бы Всему надо Меру знать Как бы Ой Чуть не забыл Хорошо что начал писать Сейчас переставлю Немножко Тормозные колодки Чтобы все-таки Вот этот Так сказать Тросик был По стоку Вот здесь Не не здесь Потому что здесь Он будет тереть нам вилку И резинка Об него задевает Сейчас переставлю Провел Немножко по-другому То есть у нас Идет вот так Вот так Вот сюда Развернул И здесь у нас Зазор с палец Как говорится И тереть уже не будет И здесь тоже Прокладывать не надо Иначе оно тут Будет биться Отбойником Об раму Ну то понятно У меня Точно так же Сделано На новые вилки Да Видите Так же все проведено Абсолютно Абсолютно Так же все Так что все нормально Все Разбираю Только собрал Только отрегулировал И разбирать Жалко Жалко Ну а куда деваться Ну тут в принципе Руль мы откручиваем Крепим сбоку Колесо Вот так вот Ну у меня видеозапс есть Сейчас буду Упаковывать велосипед Никаких царапин Я не оставил Ну потому что Я все на барахлинке Все аккуратненько Все четко Вот снимаю Перед тем Как упаковывать В коробку Что все нормально Ничего нигде Не поцарапано Все отлично То есть Ну Я человек Аккуратный Так что Видно я думаю Да Что тут все Четко Царапин Нету Все Можно сказать В идеальном состоянии Ну как было Потому что Царапины На таком новом велосипеде Пылючка Пылючка есть Ну пылючка есть Пылючку я уже убирать не стал Потому что Все равно После первой поездки Она сразу все пыльное будет Ну в принципе Видно Да По лакокрасочному покрытию Вот сверху Пожалуйста Этому видно Да Все в порядке Все Короче Упаковал Но это капец Конечно Время ушло На это Прям пипец Сидение должно быть Вот так вот установлено Очень хорошо Что я снимал до Как бы Как было Потому что Тут очень хитрая система Тут захочешь Не запомнишь Потому что Здесь вот надо Здесь вот надо Потом вот так вот Потом руль Еще вот так вот Хитро крепится Ну в общем все Сейчас я коробку сюда Передвигаю И лебедкой Все дело В коробку опускаю Ах Паковал Заложил Все сюда Ну конечно Это капец Без крана Я вообще Хер знает Как это сделать Откровенно говоря Почти полтора Два часа Я на это потратил Но здесь у нас Выпирает Потому что Ну сами видите Оно выпирает Оно выпирает Оно в принципе Тут никуда не делось Как бы Выпирает Все в порядке Тут у нас даже Болты видно Но Как бы тут Все в порядке Упаковал Так же Как было Хорошо Видео снимал Все Крепление крыльев Положил Поклал Пищу пленку Обернул Чтобы не дай боже Все что должно было быть Есть Все Отправляю Продолжение следует